МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уведомления доставлены гражданам Почты России. Пользователи личного кабинета для физических лиц видят их в своих кабинетах. Что же изменилось в получении уведомлений в налогообложении имущества в целом? Об этом и многом другом мы расскажем в сегодняшней программе. В нашей студии Михаил Минко, заместитель руководителя УФНС России по Рязанской области. Здравствуйте. Добрый день. Михаил, давайте сначала напомним рязанцам, какие налоги и в какой срок они должны заплатить. Здесь физические лица уплачивают три имущественных налога в зависимости от наличия объектов налогообложения. Это земельный налог, налог на имущество физических лиц и транспортный налог. В соответствии с действующим законодательством, уплата всех трех налогов производится в один день. Уплатить эти налоги нужно не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Так как в текущем году 1 декабря приходится на субботу, то автоматически срок уплаты переносится на следующий рабочий день, то есть на 3 декабря. А что-то изменилось в направлении уведомлений физическим лицам по уплате налогов? Никаких существенных изменений в налоговое уведомление нет. Начиная с 2016 года уже налогоплательщики получают сводное налоговое уведомление. То есть даже если у физического лица есть собственности, например, квартира в Рязани и земельный участок, например, в Липецкой области, то налогоплательщик получает одно единое налоговое уведомление, в котором, соответственно, содержится информация об уплате по всем этим налогам. В настоящее время сформировано налоговыми органами Рязанской области более 605 тысяч налоговых уведомлений, из которых примерно пятая часть, это 127 тысяч, направлены гражданам в электронном виде в личные кабинеты. Количество налоговых уведомлений в этом году значительно снизилось, примерно на 40 тысяч. Связано это с новым налоговым вычетом по земельному налогу. Но об этом немножечко позднее. А как рязанцы могут оплатить налоги и можно ли это сделать дистанционно? Существует много способов уплаты, как дистанционно, так и, соответственно, через банк. Уплата налогов производится на основании тех платежных документов, которые приложены к сводному налоговому уведомлению. В каждом платежном документе сверху есть индекс. При помощи этого индекса можно осуществить оплату в операционной кассе банка, в банкомате Сбербанка России. Кроме того, оплату онлайн можно осуществить через наш сайт налог.ру с помощью сервиса «Заплати налоги» или из своего личного кабинета. В этом году много говорили о налоговых льготах для пенсионеров. Появились ли они и какие? Да, действительно, это основное изменение, которое произошло в текущем году. Как раз именно это изменение связано с тем, что количество налоговых уведомлений стало намного меньше, на 40 тысяч. Льготным категориям граждан предоставляется новый налоговый вычет на 6 соток по земельному налогу. К этим льготным категориям относятся прежде всего все пенсионеры, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны былых действий и некоторые другие категории граждан. Каким образом работает этот вычет? В том случае, если у собственника, льготника имеется в собственности земельный участок, площадь которого не превышает 6 соток, то налог по такому земельному участку не исчисляется. В том случае, если площадь земельного участка больше, то налог исчисляется с той площади, которая превышает, соответственно, эти 6 соток. Так как льготными категориями являются, одна из льготных категорий это пенсионеры, то они также имеют льготу и по налогу на имущество, и ранее они уплачивали земельный налог, только земельный налог. Так как в этом году по многим земельным участкам, которые, соответственно, меньше 6 соток, у них появилась новая льгота, новый вычет, соответственно, им в этом году налоговые давления не направляются, поэтому их меньше в этом году. А чтобы сделать этот налоговый вычет, нужно куда-то ходить, что-то оформлять или это автоматически происходит? Если налогоплательщик ранее пользовался льготой как пенсионер или как из любых других категорий льготников, то повторно никаких заявлений писать не нужно и, соответственно, посещать налоговую инспекцию тоже не нужно. То есть, если налогоплательщик был льготником и заявлял ранее об этом, то в того раз писать заявление на льготу не нужно. Немаловажный вопрос. Как гражданин может узнать, что его освободили от уплаты налогов? Ну, прежде всего, хочу отметить, что льготы бывают федеральные, региональные и местные. Соответственно, региональные льготы принимаются на региональном уровне, в Рязанской области, соответственно, Рязанской областной думы. К региональным относятся транспортный налог, а налог на имущество физических лиц и земельный налог относятся к местным налогам. И те категории лиц, которые в дополнение к федеральным льготам также будут иметь какие-то налоговые преференции, принимаются на уровне представительных органов местного самоуправления. Проще говоря, советов депутатов городских или сельских поселений. Как узнать, можно просто-напросто обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения имущества, а можно воспользоваться нашим сервисом на сайте налог.ру, справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Там содержится вся информация с 2009 по 2019 годы о тех льготах и ставках налогов, которые действуют на территории Рязанской области. Что делать, если гражданин не получил налоговое уведомление? Хочу напомнить, что в трех случаях налоговое уведомление приходить к физическому лицу не должно. Во-первых, если налогоплательщик является льготником, и общая сумма налогового платья равна нулю. Соответственно, в этом случае налоговое уведомление не направляется к налогоплательщику. Вторая ситуация, если налогоплательщик является пользователем личного кабинета физического лица и не принял решение о том, что ему необходимо направлять документы на бумажный носитель. В этом случае тоже сводное налоговое уведомление налогоплательщику не направляется. Ну и третий случай, если общая сумма налоговых обязательств, указанных в уведомлении, менее 100 рублей. Вот в этом случае тоже налоговое уведомление налогоплательщику не направляется. А если оно менее 100 рублей, то оно как-то переносится или как это работает? Работает это следующим образом. На следующий год, когда общая сумма налоговых обязательств превысит 100 рублей, то эти суммы налогов будут включены в следующее налоговое уведомление, соответственно, по следующему сроку оплаты. Без начисления процентов? Конечно. Ожидают ли какие-то ограничения тех лиц, которые налоги не заплатили? Конечно. Прежде всего, за каждый день просрочки платежа начисляются пение по ставке равной 1,3 ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Кроме того, по отношению к должникам применяются меры принудительного взыскания, а также такая мера, как ограничение выезда граждан за пределы Российской Федерации. Хочу отметить, что за текущий год в отношении должников направлено 160 тысяч требований об уплате налога на общую сумму более 370 миллионов рублей. Кроме того, по отношению к должникам направлено судебным приставом более 2 тысяч ходатайств на общую сумму более 108 миллионов рублей на ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Ждут ли люди какие-то штрафы? Как я уже сказал, в данном случае начисляются пение за каждый день просрочки платежа. Ну и самое, скажем так, неприятное меры принудительного взыскания – это взыскание за счет имущества должника. Иногда в работе судебных приставов, которые взыскивают имущество, они списывают деньги, допустим, с банковских счетов. Есть ли такая практика? Действительно, взыскание денежных средств осуществляется за счет имущества должника, в том числе эти денежные средства могут списаться с его карточных счетов. Давайте еще раз напомним рязанцам, как они могут узнать и получить информацию о своих налоговых долгах. Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности можно, во-первых, в любой налоговой инспекции, имея при себе документ удостоверяющий личность. Кроме того, можно написать соответствующее обращение письменно в налоговую инспекцию, можно обратиться через сайт Федеральной налоговой службы. И, кроме того, информацию о задолженности можно узнать в любом отделении МФЦ Рязанской области. Вы упомянули про сайт налог.ру. Можно ли там завести личный кабинет и отслеживать свои налоговые долги? И что для этого нужно? Да, конечно, любой желающий может подключиться к личному кабинету. Для этого нужно осуществить только один визит в налоговую инспекцию, имея при себе паспорт. В личном кабинете действительно можно отслеживать всю информацию по своим начислениям, по своим долгам. Можно заполнить декларацию по форме 3НДФЛ и затем отслеживать статус ее камеральной проверки. Можно оплачивать налоги, как я уже говорил, при помощи личного кабинета. Поэтому для налогоплательщиков и физических лиц это является очень удобной формой общения с налоговыми органами. Давайте тогда, как финал, напомним рязанцам, до какого числа надо оплатить все необходимые налоги. Пользуясь случаем, хочу напомнить всем рязанцам о том, что 3 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов. Призываю всех уплатить свои налоги до срока уплаты, не дожидаясь санкций со стороны налоговых органов. Михаил, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!